Доброе утро, друзья! Вы на канале Биохакинга, вы на канале Клинического Психолога, вы на канале лучшего человека Инстаграм и Ютуба. Я шучу, но так мне уж говорят в последнее время, спасительница-то наша. Да нет, я на себе просто многое попробовала, поэтому могу делиться опытом теперь. Мои рекомендации не подходят всем людям, у которых есть какие-то заболевания хронические, и которым нужен врач. Мы здесь говорим «здоровому здорово помогает». Итак, поехали! Сегодня тема «поведенческие нарушения у взрослых». Какие бывают и почему бывают? Кстати, у меня будет закрытый вебинар, приходите, пишите тем, кому эта тема актуальна, пишите даже комментарии, я создам для вас закрытый клуб и сделаю прям грамотную консультацию. Поведенческие нарушения, с чем они связаны, друзья? Они часто связаны с нарушениями внутренними. То есть человек то ли мастурбирует, то ли он пьет много кофе, то ли он меняет работы, то ли он, простите, там трахается, да, много, но это я уже говорила, то ли он там курит, то ли еще что-то. С чем это напрямую связано? Это напрямую связано с серотонином, дофамином и гормональными нарушениями. Никогда вам никто не будет рассказывать о том, что у вас произошел сдвиг, да, гипоталамогипофизарной системы, потому что вы переболели вирусом. Вам скажут, ой, да ты дурак, что ты вообще делаешь, пошел вон, ну, откуда-то, да. Здесь на что мы с вами обращаем внимание, если есть такое девиантное поведение во взрослом возрасте, это супер неприятная тема, но вы понимаете, там, например, человек постоянно что-то делает, обжирается, покупает много, еще что-то. С чем это может быть связано? Друзья, я вам сейчас назову примитивные истины, но обратите на них внимание. Паратиреоидный гормон, который управляет очень многими вещами, и при сниженной щитовидке вы начинаете искать, чем бы таким отвлечься. При нарушении детокса, то есть постоянной зашлакованности организма, ваше тело не хочет ничего создавать, оно просто хочет наслаждаться. И это большая проблема, поэтому детокс прежде всего, друзья. Второй момент, третий уже момент, на который вам нужно обратить внимание, если у вас есть такие проблемы с девиантным поведением, то, как всегда, друзья, кофакторы. Кто будет больше всего дрочить и что-то такое делать с собой? У кого низкий витамин D, у кого нет нормального магния в организме, ну, то есть вообще сил ни на что нет. У кого проблемы с тестостероном, эстрогеном, прогестероном у женщин. У меня, кстати, такая история была с прогестероном. Ну, ладно, я потом вам расскажу. И также при долгих, казалось бы, вирусных инфекциях. Почему? Да, завирусованный кишечник, неотработанный шлак поступает в головной мозг. Человеку плохо, он начинает курить, там еще что-то делать непонятное. И от этого снижается ваш дофамин, серотонин. Вы даже не думайте об этом. Когда серотонин и дофамин снизились, организм не хочет ничего. Он опять хочет потреблять энергию. Энергии нет, надо опять что-то делать. И опять получается какая-то такая история. Плюс девиантное поведение, еще другая система. Это когда у вас в окружении полно говна. То есть какая-то там мама хреновая, которая вас там заставляет что-то делать. Какая-то там, не знаю, жена, которая вас там убивает за 3-9 земель и достает. Когда у вас проблемы на работе. И вы не знаете, как от этого всего страстника куда дернуться. И тут дергание начинается. Или мы теребонькаем что-то, или мы что-то другое с вами потребляем. Кто-то там пирожными зажирается, кто-то еще что-то делает. Друзья, никто ни от чего не застрахован. Давайте профилактировать это все. И девиантное поведение, оно легко отучивается, когда вы следите за... Вот слушайте меня внимательно и благодарите, что я вообще сняла вам этот эфир. Обращаем внимание на что? На клетку, на питание клетки. То есть мы даем себе все антиоксиданты, витамины. Если мы пьем чистую воду, мы восполняем базовые дефициты. Это супер важно. Потом мы справляемся с любыми вирусами, тем шлаком, который у вас есть. Это засоряет опять вас, и вы опять кидаетесь не на то. Плюс, друзья, вы создаете для себя условия, в которых у вас полно развития. То есть такая некая замкнутая безвыходность. Вот я сижу, например, на месте, но я буду есть то, что есть у меня в холодильнике. Я буду пилить тот контент, который интересен мне и моей аудитории. Но аудитория-то меняется, и вы создаете условия, в которых у вас нет возможности сойти с линейки. Понимаете? То есть, например, у меня заканчивается энергия, у меня пять консультаций впереди, у меня клиенты, у меня еще что-то. Мне срочно нужна энергия. Я что, ну как вы обычный человек, организму нужна энергия. Я иду жрать, да, или еще что-то делать. Нет, в этот момент лучше спать и отложить все дела. А человек, который не может этого сделать, он начинает искать в другом. Поэтому, если у вас перегруз, мы или отложимся спать, или что-то делаем, восстанавливаем свою систему. Это важно, это мега важно. Далее, друзья, если у вас есть ужасное состояние психики, связанное, как я сказала, с проблемами с семьей, с родителями, с детьми, еще с каким-то говном, с деньгами. Кстати, деньги, это у меня, они появляются очень легко, потому что и клиенты ко мне приходят очень легко, потому что я не зацикливаюсь. У меня очень обширный кругозор, который я всегда расширяю. И люди, которые, например, склонны к девиантному поведению, самый простой способ, когда нечего делать, они не ищут энергию создания, они разрушают. Чтобы не было разрушения, друзья, организму тоже нужны питательные вещества. Запоминайте, чем качественнее вы наполните свое брюшко, чем качественнее вы проведете свой детокс, чем качественнее вы спите, вы занимаетесь физкультурами, тем качественнее ваша жизнь. Друзья, это истины. Девиантное поведение у взрослых возникает тогда, когда есть трудные жизненные ситуации. И позиция детского такого ребенка, она остается. Либо не приходит быстрого какого-то решения и не на кого опереться. То есть потеря опоры тоже качественно важна. И также, когда вы боитесь остаться наедине с собой, со всеми, то это реально страшно, друзья. И от этого возникают жуткие, жуткие, друзья, проблемы. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас не было проблем. Девиантное поведение не лечится, а терапевтируется. Приходите в практику, приходите в группу. Я вам оставлю ссылки. И, конечно, друзья, если такое появилось, давайте-ка посмотрим, чем подкормить ваши клетки. Клетки мозга, клетки печени и зачем залатать ваш кишечник. Посмотрите мое видео про кандиду или другую паразитарку. Это вроде бы мелочи, но это нарушает ваши системы и нормально не дает вам работать и создавать то, что вы обязаны в этой жизни делать. Я вас люблю. С вами снова я, Алена. Вы на канале Биохакинга. Вы на канале клинической психологии. Пока-пока. Ставьте комментарий. Пишите, друзья, мой канал для тех, кто хочет в этой жизни куда-то продвинуться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.